Сирах, глава 14. Каково будет добр, и не будет он иметь радости от имения своего. Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это воздаяние за злобу его. Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло своё. Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души. Глаза любостяжательного не насыщаются какой-либо счастью, и неправда злого иссушает душу. Злой глаз завистлив даже на хлеб, и в столе своём терпит скудость. Сын мой, по состоянию твоему делай добро себе, и приношение Господу достойно приноси. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе. Прежде нежели умрёшь, делай добро другу. И по силе твоей простирай твою руку, и давай ему. Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдёт мимо тебя. Не другим ли оставишь ты стяжание твоей, плоды усилий твоей для раздела по жребию? Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти у тех. Всякая плоть, как одежда, ветшает, ибо от века определения смертью умрёшь. Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови. Одним умирает, а другой рождается. Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший её умирает с нею. Блажен человек, который упражняется в мудрости, и в разуме своём получается святому. Кто размышляет в сердце своём о путях её, тот получит разумение и в тайнах её. Выходя за нею, как ловщий, и строя засаду на путях её. Кто преклоняется к окнам её, тот послушает и при дверях её. Кто обращается вблизи дома её, тот вобьёт гвоздь и в стенах её. Поставит палатку свою подлинь её, и будет обитать в жилище благ. Он положит детей своих под кровом её, и будет иметь наш шлег под сенью её. Он прикроется ею от зноя, и будет жить в славе её. Сирах, глава 15. Боящийся Господа будет поступать так, и твёрдый в законе овладеет ею. И она встретит его, как мать, и примет его к себе, как целомудренная супруга. Напитает его хлебом разума, и водой мудрости напоит его. Он утвердится на ней и не поколеблется, прилепится к ней и не постыдится. И она вознесёт его над ближними его, и среди собраний откроет уста его. Веселье и венец радости и вечное имя наследует он. Не постигнут её люди неразумные, и грешники не увидят её. Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней. «Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Господа послана она. Будет похвала произнесена мудростью, и Господь благопоспешит ей. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он вёл меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся его. Он от начала сотворил человека, и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдёшь заповеди, и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострёшь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему. Велика премудрость Господа, крепок он могуществом, и видит всё. Очи его, на боящихся его, и он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить. Сирах, глава 16. Не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь, и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого видела око моё, и ещё более того, слышала ухо моё. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми вознушался за их гордость. Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими. Равно как и шестисот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своём. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Ибо и милость и гнев во власти его. Силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его. Он судит человека по делам его. Не убежит от него грешник с хищением, и терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место, каждый получит по делам своим. Не говори, я скроюсь от Господа. Неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметит, ибо что душа моя в неизмеримом создании? Вот небо и небо небес Божие, бездна и земля колеблются от посещения его. Равно сотрясается от страха горы и основания земли, когда он взирает. И этого не может понять сердце. А пути его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел его сокрыты. Кто возвестит о делах правосудия его, или кто будет ожидать их? Ибо далеко это определение. «Скудным умом думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо. Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим словам моим. Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела его от начала, и от сотворения их он разделил часть их. «На век устроил он дела свои, и начало их в роды их. Они не алчат, не утомляются и не прекращают своих действий. Ни одно не стесняет близкого ему. И до века не воспротивятся они слова его. И потом возрел Господь на землю, и наполнил ее своими благами. Душа всего живущего покрыла лицо ее, и в нее все возвратятся». Сирах, глава 17. Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее. «Определенное число дней и время дал он им, и дал им власть над всем, что на ней. По природе их облег их силою и сотворил их по образу своему, и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами. Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения. Исполнил их проницательность у разума и показал им добро и зло. Он положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих. Да прославляют они святое имя его и возвещают о величии дел его. Он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни. Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои. Величие славы видели глаза их, и славу голоса его слышало ухо их. И сказал он им «Остерегайтесь всякой неправды», и заповедал каждому из них обязанности к ближнему. «Пути их всегда пред ним, не скроются от очей его. Каждому народу поставил он вождя, а Израиль есть удел Господа. Все дела их, как солнце перед ним, и очи его всегда на путях их. Не утаились от него неправды их и все грехи их пред Господом. Милостыни человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Потом он восстанет и воздаст им, и даяние их на головы их возвратит. Но кающимся он давал обращение и ободрял ослабевших в терпении. Обратись к Господу и оставь грехи. Молись перед Ним и уменьши твои преткновения. Возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость. Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих его? От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. Живой и здоровый восхвалит Господа. Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему. Не может быть всего в человеке, потому что небес смертен Сын Человеческий, что светлее солнце, но и оно затмевается, и о злом будет помышлять плоть и кровь. За силами высоких небес он сам наблюдает, а люди все земля и пепел. Серах, глава восемнадцатая. Все вообще создал живущий во веки. Господь один праведен. Никому не предоставил он изъяснять дела его. И кто может исследовать великие дела его? Кто может измерить силу величия его? И кто может также изречь милости его? Невозможно ни умолить, ни увеличить, и невозможно исследовать дивных дел Господа. Когда человек окончил бы, когда он только начинает, и когда перестанет, придет в изумление. Что есть человек, и что польза его? Что благо его, и что зло его? Число дней человека много, если сто лет. Как капли воды из моря или крупинка песка, так мало ли та его в дни вечности? Посему Господь долго терпелив к людям и изливает на них милость Свою. Он видит и знает, что конец их очень бедствен, и потому умножает милости Свои. Милость человека к ближнему Его, а милость Господа на всякую плоть. Он обличает, и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стада Своё. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону Его. Сын мой, при благотворениях не делай упрёков, и при всяком даре не оскорбляй словами. Раса не охлаждает ли зное? Так Слово лучше, нежели даяние. Поэтому не выше ли доброго даяния Слово, а у человека доброжелательного и то и другое. Глупый немилосердо укоряет. А подаяние неблагорасположенного иссушает глаза. Прежде нежели начнёшь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботись о себе. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдёшь милость. Прежде нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти. Прежде нежели начнёшь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. Припоминая о гневе в день смерти, и о времени отмщения, когда Господь отвратит лицо своё, во время сытости вспоминая о времени голода, и во дни богатства о бедности и нужде. От утра до вечера изменяется время, и всё скоротечно пред Господом. Человек мудрый во всём будет осторожен, и во дни грехов удержится от беспечности. Всякий разумный познаёт мудрость, и нашедшему её воздаст хвалу. Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают основательные притчи. Не ходи вслед похотей твоих, и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Не ищи увеселения в большой роскоши, и не привязывайся к пиршеству. Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке. Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий малое, мало-помалу придёт в упадок. Виной женщины развратят разумных, а связывающиеся с блудницами сделается ещё наглее. Гнили, щерви наследует его, и дерзкая душа истребится. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей. Преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчает жизнь свою. А буздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящая болтливость уменьшит зло. Никогда не повторяй слово, и ничего у тебя не убудет. Ни другу, ни недругу не рассказывай, если это тебе не грех, не открывай. Ибо он высушит тебя, и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Выслушал ты слово, пусть умрёт оно с тобой, не бойся, не расторгнет оно тебя. Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающая от младенца. Что стрела, вонзённая в бедро, то слово в сердце глупого. Распроси друга твоего, может быть, не сделал он того? Если сделал, то пусть вперёд не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того? Если сказал, то пусть не повторит того. Распроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Распроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости исполнение закона. И не есть мудрость знания худого, и нет разума, где совет грешников. Есть лукавство, и это мерзость. И есть неразумный, скудной мудростью. Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием и преступающий закон. Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. И есть превращающий суд, чтобы произнести приговор. Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства. Он поник лицом и притворяется глухим, но он предварит тебя там, где и не думаешь. Если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Одежда, и осклобление зубов, и походка человека показывают свойства его. Бывает обличение, но не вовремя. И бывает, что иной молчит, и он благоразумен. Сирах, глава двадцатая. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. И обличаемый наедине предостережется от вреда. Как хорошо обличенному показать раскаяние. Его он избежит вольного греха. Что по желанию евнуха растлить девицу, то производящий суд с натяжкою. Иной молчит и оказывается мудрым. А иной бывает ненавистным за многую болтливость. Иной молчит, потому что не имеет что отвечать. А иной молчит, потому что знает время. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Многоречивый опротивеет. И кто восхищает себя право говорить, будет возненавиден. Бывает успех в человеку козлу, а находка в потерю. И есть даяние, которое не будет тебе на пользу. И есть даяние, за которое бывает сугубое воздаяние. Бывает унижение для славы, а иной от унижения поднимает голову. Иной малым покупает многое и заплатит за то в семь раз больше. Мудрый в слове делается любезным. Любезности же глупых останутся напрасными. Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а попрекать будет много и раскроет уста свои, как глашатый. Ныне он взаём даёт, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Съедающий хлеб мой льстивый языком, как часто и сколь многие будут насмехаться над ним. Преткновение от земли лучше, нежели от языка. И так скоро придёт падение злых. Неприятный человек безвременной басни, он всегда будет на устах невешт. Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет её в своё время. Иной удержится от греха скудостью, и в этом воздержании он не будет сокрушаться. Иной губит душу свою по робости, и губит её по лицемерию к безумному. Иной из-за стыда даёт обещание другу, и без причины наживает в нём себе врага. Злой порог в человеке ложь, в устах невешт она всегда. Лучший вор, нежели постоянный говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Поведение лживого человека бесчестно, и позор его всегда с ним. Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам. Возделывающую землю увеличит свой стог, и угождающий вельможам получит помилование в случае неправды. Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых, и как бы узда в устах отвращают обличение. Скрытая мудрость и утаённое сокровище – какая польза от обоих? Лучший человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Сера, глава двадцать первая. Сын мой, если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись. Беги от греха, как отеца змея, ибо если подойдёшь к нему, он ужалит тебя. Зубы его – зубы львиные, которые умерщвляют души людей. Всякое беззаконие, как обоюдоострый меч, ранее от него нет исцеления. Устрашение и насилие опустошат богатство – так опустеет и дом высокомерного. Моление изусть нищего только до ушей его, но суд над ним поспешно приближается. Ненавидящее обличение идёт по следам грешника, а боящийся Господа обратиться сердцем. Издалека узнаётся сильный языком, но разумный видит, где тот спотыкается. Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы. Сборище беззаконных куча пакли, и конец их – пламень огненный. Путь грешников вымощен камнями, на конце его пропасть ада. Соблюдающий закон обладает своими мыслями. И совершение страха Господня – мудрость. Не научится тот, кто неспособен. Но есть способность, умножающая горечь. Знание мудрого увеличивается подобно наводнению, и совет его – как источник жизни. Сердце глупо подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания. Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не понравилось ему, и он бросил его за себя. Речь глупого, как бремя в пути. В устах же разумного находит приятность. Речей разумного будут искать в собрании, и о словах его будут размышлять в сердце. Как разрушенный дом, так мудрость глупому, и знание неразумного – бессмысленные слова. Наставление для безумных оковы на ногах, и как цепи на правой руке. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Как золотой наряд – наставление для разумного, и как драгоценное украшение на правой руке. Нога глупого спешит в чужой дом, но человек многоопытный постыдится людей. Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне. Невежество человека подслушивать у дверей, благоразумный же огорчится таким бесстыдцем. Уста много речивых рассказывает чужое, а слова благоразумных взвешиваются на весах. В устах глупых сердца их, уста же мудрых в сердце их. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Наушник оскверняет свою душу и будет ненавидим везде, где только жить будет. Глава двадцать вторая. Грязному камню подобен ленивый, всякий освищет бесславие его. Воловьему помету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку. Стыд отцу — рождение невоспитанного сына. Дочь же невоспитанная рождается на унижение. Разумная дочь приобретет в себе мужа, а бесстыдная — печаль родившему. Нагло позорит отца и мужа, и у обоих будет в презрении. Не вовремя, а рассказ — то же, что музыка во время печали. Наказание же и учение мудрости приличным всякому времени. Повыщающий глупого — то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего от глубокого сна. Рассказывающий что-либо глупому — то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончанию спрашивает «Что?» Плачь над умершим, ибо свет исчез для него. Плачь над глупым, ибо разум исчез для него. Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Плачь об умершем семь дней, а о глупом и несчастивом все дни жизни его. С безрассудным много не говори и к неразумному не ходи. Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним. Уклонись от него, и найдешь покой, и не будешь огорчен безумием его. «Что тяжелее свинца, и какое имя ему, как неглупый?» Легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного. Как деревянная связь в доме крепко устроена, не дает ему распадаться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не колеблется во время страха, сердце, утвержденное на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене. Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра. Так боязливое сердце при группам размышлений не устоит против страха. Наносящий удар глазу вызывает слезы, и наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное, бросающий камень в птиц отгонит их, и поносящий друга расторгнет дружбу. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство, могут отогнать всякого друга. Приобретай доверенность ближнему в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его, а оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так прежде кровопролития ссора. Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его, а если приключиться мне через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Кто отдаст мне стражу к устам моим и печать благоразумен уста мои, чтобы мне не пасть через них, и чтобы язык мой не погубил меня. Господи, отче и владыка жизни моей, не оставь меня на воле их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям моих. Чтобы не умножались проступки мои и не увеличились заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мной враг мой. Господи, отче и Божьей жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострасти да не овладеют мною, не предай меня бесстыдной душе. Выслушайте, дети, наставления для уст, соблюдающие его, не будет уловлен своими устами. Уловлен будет ими грешник, изнаречивый и надменный приткнуться через них, не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого, ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем. И если он вознеродел, то сугубо согрешит. Если он клялся напрасно, то не оправдается. И дом его наполнится несчастьями. Есть речь, обреченная смертью, да не найдется она в наследии Иакова. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются в грехах. Не приучай твоих уст к грубой невеживости, ибо при ней бывают греховные слова. Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож. Чтобы тебе не забыть все пред ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать, что лучше бы не родился и не проклясть дня рождения твоего. Человек, привыкающий к вранным словам, во все дни свои не научится. Два качества умножает грехи, а третье навлекает гнев. Душа, горящая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе о своей, кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня, чего мне бояться? Всевышний не вспоминет грехов моих. Страх его только глаза человеческие, и не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца. Не взирает на все пути человеческие, и проникает в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и до совершения. По совершению. Такой человек будет наказан на улицах города, и будут застегнут там, где не думал. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника чужого. Ибо, во-первых, она не покорилась законам Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа. И, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена в предсобрание, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшаяся познает, что нет ничего лучше страха Господне, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Великая слава следовать Господу, а быть тебе принятым от Него долгоденствие. Сирах, глава двадцать четвертая. Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный, и ходила во глубине бездны. В волнах моря, и по всей земле, и во всяком народе, и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоения, и в чем наследие водвориться мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище, и сказал, поселись в Иакове, и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред Ним во святой скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Ингаде, и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась. Как корица и оспалав, я издала ароматный запах, и как отличная смирно распространила благоухание. Как халва Нионе к эстакте, и как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдиться, и трудящиеся со мной не погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышнего. Закон, который заповедовал Моисей, как наследие сонным Иаковлевым. Он насыщает мудростью, как Писон, и как тигр во дни новин. Он наполняет разумом, как Ефрат и как Иордан во дни жатвы. Он разливает учения, как Свет и как Геон во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также и последние. Ибо мысли ее полнее моря, и намерение ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай. Я сказала, полью мой сад и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем. И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его. И буду я изливать учения, как пророчество, и оставлю его в роды вечные. Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих премудрости. Сера, глава 25. Тремя я украсилась и стала прекрасной пред Господом и людьми. Это единомыслия между братьями и любовью между ближними, и жена и муж, согласно живущие между собою. И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их. Надменного нищего, лживого богача и старика, прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Чего не собрал ты в юности, как же можешь приобрести в старости твоей? Как прилично сиди нам судить, и старцам уметь давать совет. Как прекрасна мудрость старцев, и как прилично людям почтенным рассудительность и совет. Венец старцев – многосторонняя опытность, и хвала их – страх Господень. Девять помышлений похвалил я в сердце, а десятое выскажу языком. Это человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Блажен, кто живет с женою разумной, кто не погрешает языком и не служит недостойному себя. Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. Как велик тот, кто нашел премудрость, но не выше того, кто боится Господа. Страх Господень все превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Всякое нападение, только не нападение от ненавидящих, и всякое мщение, только не мщение врагов. Нет головы и дявитие головы змеины, и нет ярости сильнее ярости врага. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих, и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Не засматривайся на красоту женскую, не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое, и лицо печальное, и раносердечное. Злая жена. Опущенные руки и расслабленные колени. Жена, которая не счастливит своего мужа. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукой твоею, то отсеки ее от плоти твоей. Серах, глава 26. Счастлив муж доброй жены, и счастло дней его сугубое. Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа. С ней у богатого и бедного сердце довольное, и лицо во всякое время веселое. Трех страшится сердце мое, а при четвертом я молюсь. Городского злословия, возмущения черни, оболгания на смерть. Все это ужасно. Болезнь сердца и печаль. Жена ревнивая к другой жене. И бич языка ее ко всем прирожающейся. Движущаяся туда и сюда воловья ярмо, злая жена, берущая то же, что хватающая скорпиона. Большая досада, жена преданная пьянству, и она не скроет своего срама. Наклонная женщина к блуду, узнается по поднятию глаз и век ее. Над бесцидной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Берегись бесцидного глаза, и не удивляйся, если он согрешит против тебя. Как томимый жажду и путник открывает уста и пьет всякую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелою откроет колчан. Любезность мужа, жены, усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его. Кроткая жена — дар Господа, и нет сыны благовоспитанной душе. Благодать на благодать, жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее. Что светильник, сияющий на святом священнике, то красота жены ее в зрелом возрасте. Что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых питах. От двух скорбело сердце мое, а при третьем возбуждалось во мне негодование. Если воин терпит от бедности, и разумные мужи бывают в пренебрежении, если кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч. Купец седва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха.